Доброе утро, дорогие коллеги! Приятно всех приветствовать и находящихся в зале, и кто слушает наше заседание онлайн. Наш симпозиум посвящен очень актуальной теме – это хирургическое лечение артального клапана и аорты. Очень радостно, что на кардиологическом форуме есть возможность организовать кардиохирургический симпозиум. Но последнего доклада у нас, к сожалению, не будет, поэтому время мы можем, так сказать, немножко не экономить, но попросим докладчиков укладываться в регламе, чтобы было больше времени на обсуждение. Доброе утро, коллеги! Мне очень приятно видеть коллег. Я думаю, надеюсь, что у нас в прямом эфире смотрит еще больше народа, чем присутствует в зале. И хочу представить первый доклад своего сопредседателя Бабешко Степан Сергеевич. Отдаленные результаты протезирования артального клапана у пациента, а в артальном пороком сердца и выраженной дисфункции левого желудочка. Это Краснодарский центр, врач-сосудистый хирург, Краевая клиническая больница номер 1. Вам слово. Еще раз доброе утро. Тема моего доклада – замена клапана артального пациента с выраженной левой желудочкой дисфункцией. Для начала давайте определимся, что же такое выраженная левожелудочковая дисфункция. По классификации Европейского общества кардиологов и эхокардиографистов, это состояние, при котором фракция выброса левого желудочка снижается менее 30%. Ни для кого не секрет, что низкая сократимость у любого кардиохирургического больного является преддиктором неблагоприятного исхода, как в ранние, так и в отдаленные сроки. Однако без хирургии шансов не так мало. Обратите внимание, если артальный стеноз манифестирует симптомы сердечной недостаточности, то средняя продолжительность жизни при естественном течении порога не превышает двух лет. Терапия медикаментозная, к сожалению, здесь тоже малоэффективна. Как видно из графика, пациенты с артальным стенозом в фракции менее 30 на фоне оптимальной медикаментозной терапии ни один не переживает пятилетний рубеж. Тогда как среди выживших пациентов после хирургии свобода от сердечной смерти в 10-летний срок составляет более 60%. Задача хирурга очень простая. Это надо убрать вот этот узуродованный кальцинированный артальный клапан, который как удавка сидит на одном отделе левого желудочка, и заменить его на протез как можно большего диаметра. При этом основная проблема заключается в том, что трудно спрогнозировать, как поведет себя миокард после операции. Произойдет ли прирост контрактивности. В противном случае либо не будет клинического эффекта вообще от операции, либо пациент, к сожалению, вообще скончается. Всем хорошо известно, что показаниями хирургии является пациент с тяжелым артальным стенозом, у которого в среднем градиент давление больше 40, а площадь артального отверстия менее сантиметра. Это правомощно для всех пациентов с охранной фракцией и для большинства пациентов со сниженной. Однако примерно в 15-20% случаев у пациентов со сниженной фракцией можно встретиться с таким феноменом, который называется низкоградиентный низкопотоковый артальный стеноз, при котором площадь артального отверстия укладывается в критерии тяжелого стеноза, а вот средний градиент становится менее 40. Возникает вопрос, что делать с такими пациентами. Здесь на помощь приходит дебутаминовый стресс-экокардиографический тест, который позволяет ответить сразу на два вопроса. Первый – имеется ли резерв контрактивности у конкретного миокарда? Если происходит прирост ударного объема более чем на 20% от исходной величины, то мы можем дифференцировать псевдо- и истинный тяжелый стеноз, если это тяжелый, здесь показана хирургия, и по данным литературы результаты этой хирургии в целом сопоставимы с результатами у пациентов с охранной фракцией. Несколько все хуже у пациентов, у которых резерв контрактивности отсутствует. У этих пациентов, во-первых, мы не можем по данным эхокардиографии интерпретировать и дифференцировать псевдо- истинный стеноз. Здесь мы можем опираться только на расчет кальций скор по МСКТ, и все-таки, если это тяжелый стеноз, тоже хирургия показана, но по данным литературы в этой когорте пациентов летальность операционная достигает 20%. Когда речь идет о хирургии высокого риска, всегда мы пытаемся найти альтернативу этой хирургии. Здесь на ум сразу же приходят два метода. Это ТАВИ и трансплантация сердца. ТАВИ – великолепный метод. Все мы знаем его победоносное шествие по планете. Начиная с 2017 года по результатам исследований всем известных ПАРТНЕР-1, ПАРТНЕР-2, он уже конкурирует у пациентов с ортальным стенозом промежуточного риска. ПАРТНЕР-3 уже показал, что во многом ТАВИ даже превосходит открытую хирургию пациентов с низкого риска. А в США, начиная уже с 2017 года, количество ТАВИ превышает количество всех открытых ортальных протезирований. Но у любого метода, даже у самого замечательного, и у ТАВИ в том числе, есть свои минусы. Первое, и мы не можем об этом не говорить, это финансовая составляющая. Все мы знаем, сколько стоят эти клапаны, и трудно говорить о доступности этой помощи в широком понимании в нашей стране. Второе, молодые пациенты. Как мы знаем, любой клапан троскатетерный биопротез имплантируя молодого пациента, мы неизбежно обрекаем его в обозримом будущем на повторные вмешательства. И третье, наиболее важная составляющая, которая не позволяет широко использовать ТАВИ, это то, что по данным литературы достаточно высокая частота параклапанной регургитации. По данным исследования 5 до 20%, что значимо увеличивает риск. В том же исследовании Партнер-2 у пациентов, у которых после имплантации клапана была либо умеренная, либо выраженная параклапанная регургитация, мы видим значимо выше летальности. Ко второму году она составляет 3-4%. И напомню, что в это исследование не входили пациенты со сниженной фракцией, то есть все пациенты с нормальной сохранной сократимостью. Что касается трансплантации сердца, во-первых, всем нам хорошо известно, что во всем мире, в нашей стране в частности, имеется колоссальный дефицит пулы донорских сердец. Во-вторых, не стоит забывать о специфических осложнениях после трансплантации, связанных с иммуносупрессивной терапией, которые очень здорово влияют на выживаемость, точнее, на смертность в отдаленные сроки. Я чуть позже покажу слайд нашего центра в подтверждении этому. Во-вторых, есть исследование, одно из них на слайде, из очень авторитетной клиники Седрес-Сайна и Госпиталь из Лос-Анджелеса, которая показала, что у этих пациентов с ортальным пороком низкой фракции выживаемость в ранние и в среднеотдаленные периоды, ну, мягко сказать, не хуже, чем после трансплантации. Единственный сценарий, где трансплантация может выиграть, это у пациентов с ортальным пороком в фракции менее 35-ти и ишемическое болезнение сердца, когда нужно формировать два и более дистальных анастомоза. Мы занимаемся этой проблемой, начиная с 2005 года, и за время работы центра накоплен опыт 176 изолированных протезирования ортального клапана у пациента с фракцией выброса менее 30%. Исходная характеристика больных на слайде – достаточно молодая группа пациентов, 59 лет, средний возраст, в основном мужчины, 88% больных имели 3-4 функциональный класс недостаточности кровообращения, каждый четвертый – фибрилляцию предсердия, половину примерно – полисерозиты. По этиологии доминировал дегенеративный порог 75%, по характеру поражения 80% имели изолированный стеноз, у 12 пациентов была изолированная недостаточность, 9 из них на фоне инфекционного эндокардита. Средняя фракция выброса по группе составила 23%, КДР – 61 мм. У большинства больных были высокие градиенты на клапане, однако 40 человек из данной группы имели низкоградиентный стеноз. Ну вот типичная эхокартина пациента из этой подгруппы, с фракцией в районе 25%. Все пациенты оперированы по стандартной методике, из срединного стернотомного доступа, кардиоплегиеку студиол, ретроградным путем доставки. До интубации был заведен всем пациентам катетерсфанганса. Как видно из таблицы, средний сердечный индекс по группе составил 1,9. У большинства больных была высокая легочная гипертензия. Как видно по сканам из кардиомонитора, у некоторых была системная, даже супросистемная легочная гипертензия. Среднее время искусственного прообращения составило 71 минута, время пережатия 50. В 77% случаев был имплантирован механический протез среднего размера 23 мм. Каковы непосредственные результаты? В госпитальном периоде мы потеряли 4 пациентов. Таким образом, летальность составила 2,3%. Из них двое пациентов были с низкоградиентным стенозом. Соответственно, в этой подгруппе летальность была 5%. Однако статистически значимой она не была по сравнению с пациентами с охранными градиентами. Причиной смерти в двух случаях была полиорганная недостаточность. Один пациент с истинным низким сердечным выбросом. И четвертый пациент через неделю уже в кардиологическом отделении. Ночью умер. На вскрытии ничего не найдено, поэтому предположительно это желудочковая аритмия. В структуре нелетальных осложнений доминировала миокардиальная слабость 64% больных. Это те пациенты, которым требовалась инфузия кардиотонических препаратов более чем 12 часов после операции. Что несколько сказалось на среднем койко-дневреанимации. Он составил 3,5 дня. На втором месте были из-за осложнений пароксизма, фибрилляции предсердия. У 12 пациентов дыхательная недостаточность. Четырем из них потребовалась трахеостомия. В остальном, в принципе, спектр осложнений не отличается от среднего кардиохирургического пациента. Что мы увидели к моменту перевода пациента на четвертый день в отделение и удаление катетера с фанганса, мы увидели, что значимо вырос сердечный ЕГС в среднем до 2,8 по группе и снизилось давление как систолическое, так и диастолическое в легочной артерии. На момент выписки среднее значение фракции выброса составило 33%. Тоже несколько уменьшилось линейные размеры левого желудочка. Вот для примера УЗИ пациента до операции и на 16-е сутки перед выпиской видим, как подтянулась боковая стенка, верхушка и перегородка. Отдаленные результаты. При полноте наблюдения 93% и среднем сроке наблюдения 5 лет мы выявили 15 летальных исходов. Таким образом, летальность составила 9%. При этом истинная сердечная смерть была у 4 пациентов. Также в структуре летальности были 3 инсульта, 3 пациентов от онкологии, 1 пациент от тромбоза и дисфункции механического протеза, не успели его довести до нашего стационара, 2 по неясной причине и 1 от сепсиса на фоне протезного эндокардита, биопротеза примерно через год после операции. Акторная выживаемость, представляя на слайде, 10-летняя выживаемость составляет 88%. Как я и обещал, это кривая выживаемости после трансплантации сердца в нашей клинике. Обратите внимание, 10-летняя выживаемость 65%, что на 20% ниже, чем в исследуемой группе. Что мы обнаружили, мы не нашли значимой разницы по выживаемости у пациентов с низкоградиентным стенозом и с сохранными градиентами. А что определили, так это небольшую значимую разницу по выживаемости в группе с механическими протезами в первые 2 года. Однако, как видно на правом графике, к 2006 году эта разница нивелируется. В структуре поздних осложнений доминировало нарушение мозгового кровообращения 6,5%, у 5 пациентов были кровотечения. Это все пациенты с механическими протезами, принимающими варфарин. У 4 пациентов был установлен постоянный электрокардиостимулятор. Одна была дисфункция биопротеза через 8 лет после протезирования, потребовавшая транскатетерного лечения. Таким образом, свобода от инсульта в 10-летний срок составляет 89%, свобода от больших сереж сосудистых событий в 80-10 году и свобода от больших кровотечений в 10-м году 93%. Как ведет себя фракция выброса в отдаленные сроки? Мы увидели значимый прирост этого показателя до среднемедианных значений 50%, то есть практически до нормальной величины. Следует сказать, что да, есть пациенты, которые сохраняют низкую фракцию в отдаленном сроке. Как видно на правом графике, некоторые из них даже уменьшилась фракция по сравнению с теми значениями, которые были зарегистрированы на момент выписки. Что касается размеров левого желудочка, тут тоже значимое снижение и медианное значение в отдаленном сроке составило 52 мм. Качество жизни у этих больных изменилось очень сильно. Если до операции 88% имели 3-4 функциональный класс недостаточности кровообращения, то в отдаленном сроке более 90% – это первый и второй, и все из них отмечают очень хороший эффект от операции, они вернулись к работе, к труду и живут полноценной жизнью. Мы провели анализ предикторов ранней летальности, отдаленной, а также плохого восстановления сократимости в отдаленные сроки. При однофакторном анализе предикторами ранней летальности явились полиорганная недостаточность, хроническая болезнь почек и масса миокарда. Соответственно, чем больше масса, тем выше летальность. Предикторами отдаленной летальности по однофакторной модели явились периферический атеросклероз, хроническая обструктивная болезнь легких, сахарный диабет второго типа и Евроскор. И многофакторный анализ подтвердил только периферический атеросклероз, как предиктор летальности отдаленной. Среди тех пациентов, у которых в отдаленные сроки фракция не превысила 30% рубеж, при однофакторном анализе причинами это явились инфекционный эндокардит, как причина болезни, фибрилляция предсердия и те пациенты, у которых конечный диастолический размер не уменьшился на момент выписки после операции. Меня несколько удивило тот факт, что эндокардит явился предикторами, поскольку все эти пациенты были с изолированной артальной недостаточностью, мы решили изучить, как изменилась в этой подгруппе пациентов сократимость. И определили, что да, несколько хуже происходит прирост в подгруппе с изолированной недостаточностью, медианное значение 45 фракций, когда медианное значение в группе со стенозом 50. Однако эта разница, как видно, статистически незначима. В заключении хотелось бы сказать, что этих пациентов можно и нужно оперировать. Операция сопряжена с хорошими непосредственными отдаленными результатами, она добивается регресса симптомов недостаточности кровообращения, увеличения фракций выброса и, безусловно, улучшает качество жизни у этих пациентов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Степан Сергеевич, за такой прекрасный доклад. Есть ли вопросы в зале? Представьтесь, пожалуйста. В последнем слайде и в передыдущем слайде по осложнениям, где вы указываете острое нарушение мозгового кровообращения, перед этим вы говорили, что кровотечения были у тех пациентов, кто имел механические протезы, связанное было с варфарином. Развитие ОНМК, это было у тех пациентов, кто имели биологический клапан и не принимали антикоагулянты? Или это все-таки те, кто тоже имели механические протезы? Да, часть из этих пациентов, там, если не ошибаюсь, было 9, по-моему, инсультов, или 7. Часть из них имели механический протез, принимали антикоагулянты. Четверо или трое из них имели фибрилляцию предсердий. Это тоже получали антикоагулянтную терапию. Мы проводили из всех при анализе предикторов инсультов в отдаленном периоде. К сожалению, не механический протез, не фибрилляция предсердий, не видос. Но это в нашем конкретном исследовании предикторами инсультов в отдаленную сроку. Собственно, поэтому я не указываю на слайде. И инсульты ишемические или геморрагические? Инсульты ишемические. Спасибо. Владимир Сергеевич, у нас время есть, поэтому позвольте задать мне тоже некоторые вопросы. Первый вопрос, это связано с предикторами госпитальной летальности у таких пациентов низкофракционно. Вы показали однофакторный анализ. А вот при многофакторном анализе были ли какие-то предикторы именно госпитальной летальности? Нет, но поскольку всего 4 летальных исхода, мало событий, поэтому многофакторная модель здесь, даже если что-то покажет, то ей не стоит верить. Когда мало случаев летальных, здесь ориентироваться на это трудно. И второй вопрос у меня касаемый, вы показали артальный стеноз и артальную недостаточность. В принципе, артальная недостаточность все хуже себя ведут, градиенты и так далее, но статически значимой разницы не получилось. Не может быть это связано с ошибками второго рода? Потому что пациенты с артальной недостаточностью, было только 10 пациентов, все остальные были с артальной стенозой. Может быть, все-таки, если набрать группу, например, с артальной недостаточностью побольше, может быть, все-таки оказаться значимой разницей. Да, всем хорошо известно, что при артальной недостаточности больше желудочка, и гораздо быстрее наступает декомпенсация, и хуже происходит восстановление. Однако есть работы, если я не ошибаюсь, одна из ранних работ всем известного хирурга Дэвида, который показал, что в этой группе пациентов у него в отдаленные сроки, как ни странно, для меня тоже было удивление, результаты даже лучше, чем в группе с артальной стенозой. Возможно, действительно нужна большая выборка, гораздо больше, чтобы достоверно говорить о каких-то результатах и разнице. Следующий вопрос связан с зависимостью от размера протеза. То есть мы все знаем, что чем больше размер протеза, тем больше открытие, больше открытие протеза. И в зависимости от этого, например, больше протез проставили, быстрее сократимость восстанавливается. Изучались ли такие вопросы? Да, конечно, изучались. Здесь мы, значит, в этой группе пациентов было, если я не ошибаюсь, в районе 30 пациентов с умеренным ППМ. Ни одного пациента с тяжелым мисмачем не было, около 30 пациентов с ППМ. И если мы сравнивали две группы с наличием ППМ и с отсутствием, то мы не нашли значимой статистической разницы ни по выживаемости, ни по регрессу массы миокарда, ни по фракции выброса. Разницы мы не нашли. А изучались ли про БМП и БМП у этих пациентов? Нет. То есть их не изучалось. У нас еще вопросы в чате. И тут Панфилов Дмитрий Сергеевич спрашивает, какова была потребность фиксер-копоральных методов поддержки кровообращения? ЭКМО, баллоны, контрапульсация? Ни один пациент не получил ни баллон, ни ЭКМО. А вот до операционного периода вы их как-то готовите? То есть левосимедан или послеоперационная потребность левосимедан? Или вы вообще не используете левосимедан у этих пациентов? До операции левосимедан мы не используем. Если этот пациент поступает с крайне низкой фракцией выброса, в нашем понимании крайне низкая фракция выброса – это менее 15%, и в декомпенсированном состоянии он получает в кардиологическом отделении или в палате интенсивной терапии максимальную терапию интенсивную для того, чтобы компенсировать. Был у нас опыт применения первым этапом баллонной вальволотомии, и мы смотрели, как изменяется через некоторое время фракция у таких пациентов. Это пациенты с фракцией меньше 15. Если происходит прирост, то мы их расцениваем как кандидаты на хирурги. Если прироста контрактивности не происходит, мы их расценивали, относили к группе на трансплантацию сердца. У меня еще практические вопросы, касаемые… Мы знаем, что вы много выполняете трансплантацию сердца. К сожалению, уже нет. А вот кого бы вы порекомендовали, например, этому пациенту, допустим, на трансплантацию сердца, этого открытой хирургии, и, допустим, у вас есть возможность систему выполнять ТАВИ. Но это у пациента я бы отправил на ТАВИ. Если я не беру какие-то сопутствующие патологии, какие-то коморбидные состояния, а чисто такие вот вопросы, зависимости от ответа на адабутамин, что-то какие-то, есть ли какие-то… Да, значит, кого отправляют на ТАВИ? Конечно, это пациенты старшей возрастной группы, это однозначно, потому что, как правило, у пациентов старше 70, даже 65 лет у нас в стране, для кого не секрет, куча сопутствующих заболеваний, низкая фракция – далеко не основной предиктор неблагоприятного исхода. Поэтому старшая возрастная группа – это ТАВИ. У молодых пациентов все-таки на пересадку сердца, наверное, это те пациенты, у которых отсутствует резерв контрактивности по стресс-тесту, это пациенты, у которых в крайне низкой фракции выброса, менее 15%. И надо сказать, что из этой группы пациентов было два больных, которые находились в листе ожидания. И нас кардиологи буквально уболтали, как говорят в народе, взять их в операционную, потому что лист ожидания большой, операций, к сожалению, у нас не так много, 5-7 трансплантаций в год, и шансов дожить у этих пациентов не такой большой. Поэтому пересадка – это пациенты молодого возраста, у которых отсутствует резерв контрактивности по стресс-тесту. И когда, так скажем, клиника не обладает достаточным опытом в органсохраняющей операции, тогда можно предложить. Во всех остальных этим пациентам нужно предлагать замену клапана на протез. Степан Сергеевич, большое спасибо за прекрасный доклад. Я призываю сотрудничество по поводу набрать больше групп пациентов. Мы тоже можем набрать и сделать такую большую совместную работу. Отлично. Мы только за любое сотрудничество. Спасибо. Коллеги, давайте мы чуть-чуть поменяем очередь докладов. Следующий доклад. Среднесрочные результаты комбинированной процедуры Бенте Ладебона и аутоперикордиальной неокоспитализации «Русский кондуит». Доклад из Москвы. Московская медицинская академия. Я по старинке называю альмаматом. Дзюнзи Андрей Николаевич. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Ну, начну немножко издалека. Что же привело, собственно, к вот этой операции «Русский кондуит»? Ну, всем известно, что золотым стандартом на сегодняшний день является операция Бенте Ладебона, которая обладает универсальностью методики, в умелых руках хорошо воспроизводимая, хороший есть отдаленно изученный результат, но обладающий рядом недостатков. С течением времени в кардиохирургии стали развиваться клапансохраняющие операции. Появились такие операции, как процедура реимплантации Дэвида и процедура ремоделирования якоба. При сравнении операции Дэвида и Бентал-Дебоно в отдаленном периоде операция Дэвида показала хорошие отдаленные результаты в десятилетние сроки. И как следствие всего этого на сегодняшний день выполнение реконструктивной операции на корне аорты хоть и является более трудоемкой задачей, но позволяет в отдаленном периоде сохранить адекватную биомеханику ортального клапана и избежать осложнений, связанных с биологическими или механическими протезами. Операция Дэвида показала позднюю десятилетнюю... В сравнении с операцией реимплантации и ремоделирования показала более хорошие поздние отдаленные результаты в десятилетнем периоде и свободу от ортальной недостаточности более второй степени. На сегодняшний день операция Дэвида наиболее распространена. И результаты реимплантации превосходят результаты ремоделирования. В отдаленных исследованиях увеличение градиента давления на ортальном клапане при физической нагрузке после реимплантации клинической значимости не достигали при сравнении с операцией ремоделирования. А также в исследованиях было показано, что каких-то значимых преимуществ применения вальсальграфтов над линейными протезами тоже не получено. Таким образом, если у нас клапан неизмененный, хороший, мы будем использовать операцию Дэвида. При наличии измененного ортального клапана мы все-таки будем использовать операцию Бентл. Но с течением времени стали появляться и стали разрабатываться методики использования аутоперикордиальной пластики ортального клапана. Так, в 2019 году Азаки опубликовал свою работу с 12-летним опытом с хорошими результатами. Выживаемость 84, свобода 3 операций 95%. И, собственно, стала рождаться идея, как бы сочетать вот эти две прекрасных операции, Бентал-Дабано и аутоперикордиальную неокоспедизацию пациентов с аневризмой корня аорты и патологией ортального клапана. В 2013 году начались доклинические испытания для того, чтобы, в общем-то, понимать какие-то наши возможные ошибки на животных. Это все производилось, в частности, на свиньях. Она одобрена нашим этическим комитетом, и мы внедрили ее в нашу клиническую практику. Теперь немножко об операции. Выкраивается лоск перикордиальный, по шаблону Азаки вырезаются створки, по технике обрабатывается лютаральдегидом. И дальше существует на сегодняшний день две техники выполнения формирования хондуита. Первая техника – это с рассечением синтетического протеза и вшиванием туда неостворок. с последующим сшиванием обратной протеза. И вторая – это с выворачиванием протеза, перешиванием створок, выворачиванием обратной протеза. Это вот этап формирования, это вот с выворачиванием этапа. Вот конечный вид кондуит, который мы получаем. Дальнейшая техника хирургического вмешательства, она, в общем-то, ничем не отличается от техники выполнения при стандартной методике Бентала. Вот этап операции, мобилизация корня аорты. Это окончательный вид операции, и так выглядит на эхокардиографическом исследовании створки науклапа. Теперь вот немножко о нашем опыте. Наш опыт – это 26 пока больных со средней длительностью наблюдения 33 месяца. Это параметры пациентов, которые участвовали в этом исследовании, никакая еще средним возрастом 55 лет. Преимущественно это мужской болт. Сопутствующая пастология, в общем-то, такая была. Дополнены были операции у семи пациентов вмешательством на коронарных артериях, коронарным шунтированием. В одном случае расширенный за счет пластико-поскопедального клапана, в одном случае пластико-метрального, и в одном случае протезирование метрального клапана было выполнено. Это эхокардиографические параметры у пациентов на догоспитальном этапе. 50% – это двустворчатый артерийный клапан, маневризмы корня и восходящего отдела аорты. Все пациенты с сохранной фракцией выброса. У всех пациентов аналогилатация. Соответственно, показания к процедуре Бентл. Интероперационная длительность искусственного кровообращения в среднем 115 минут, длительность ишемии миокарда – 86 минут, средний объем кровопотери – 350 мл. Ранняя послеоперационная летальность составила 0%. В ближайшем послеоперационном периоде были осложнения связанные с остросердечной и полиорганной, недостаточностью дыхательной, недостаточностью, нарушениями ритма сердца. В общем-то, все были купированы. Длительность пребывания в отделении реанимации составила до 2 суток, длительность пребывания в стационаре – до 16 суток. В среднеотдаленном периоде выживаемость составила 100%. Свобода от неблагоприятных событий составила 91%. В общем-то, это вот два больных, у одного которого потребовалась реоперация, у одного которого в послеоперационном периоде, в отдаленные сроки, были нарушения ритма. Свобода от реоперации – это один пациент, 96% – один пациент, одна реоперация с прогрессирующей ортальной недостаточностью. Там был выраженный пролапс створки, одну из потребовавших потом повторного хирургического вмешательства. В среднеотдаленном периоде средний градиент на ортальном клапане составил 8,8 мм тутного столба и частота от ортальной регургитации – 96%. Таким образом, операция «Русский кондуит» демонстрирует на сегодняшний день в данном исследовании минимальный риск развития ранних послеоперационных осложнений, 100% выживаемость в ранней и среднеотдаленной стройке, высокие показатели свободы от реоперации и отсутствие риска значимой ризуальной ортальной недостаточности. Она продемонстрировала хорошие гемодинамические параметры и, по нашему мнению, является альтернативой к классическому протезированию корня при невозможности провести клапан-сохраняющую операцию. Коллеги, есть ли вопросы? Микрофон можно? Добрый день. К тому пациенту, который вы делали репротезирование, вы поставили уже протез? Еще одному пациенту, тех из группы, вы делали протезирование метрального клапана? Да. Там был протез? Там был протез механический. Ну, к сожалению, не удалось. А почему не сделать тогда? Уже же стоит механический протез. Ну, первично шли на пластику, но, к сожалению, пластика не получилась. А. Ну, в конечном итоге, к сожалению, пластика не получилась. Поэтому пластика переросла в дальнейшем протезировании. Так вот. Скажите, пожалуйста, а как долго после такой операции вы применяете антикоагулянтную терапию? Ну, только, по сути дела, если у пациентов есть какие-то сопутствующие нарушения ритма сердца, так, в общем-то, нисколько не применяют. Они получают дезагрегантную терапию, потому что ничего. Ну, в зависимости от сопутствующей патологии, если есть нарушение ритма велики бриллиации предсердия, там некоторое количество вальных было, они получали в дальнейшем антикоагулянт. Спасибо большое за доклад. Прекрасные результаты. Вас поздравляем. У меня вопрос больше технического плана. Расскажите, пожалуйста, как, на каком этапе вы формируете вот этот кондуит, пришиваете створки аутоперикардиальные, и на что опираетесь в выборе размера створок, и, ну, поподробнее об этой методике. Какому пациенту какой размер шаблона использовать? Потому что, я так понимаю, формируется это до пережатия аорты. Да, вот это, может быть, мы не указали в докладе, но действительно, вот она чем и удобна, у нас еще нет пока искусственного кровообращения. Да, то есть вот у этих всех больных, ну, практически у всех больных, у подавляющего большинства мы использовали 30-й протез. Собственно, по формуле, которую предложили в патенте, а эта методика запатентована, мы рассчитывали размеры створок. Ну, вот у 30-го протеза, по сути дела, створки получались 29-й. Одинаковые все. Да, поэтому формирование занимало где-то порядка 30-40 минут. Дальнейшее стандартное подключение пораты искусственного кровообращения и формирование. Проксимальный анастомоз у вас, как при стандартном БЕНТ или отдельными В-образными швами с прокладками, правильно? Не, непрерывный обвивной. Непрерывный обвивной. Просто я там увидел узелки. Спасибо большое. Ну, фиксация производилась, да, это вот просто фотографии такие, как бы, первых этапов, первых операций. Сначала фиксировали, действительно, а потом поняли, что более гемостатичный все-таки непрерывный обвивной шов. Спасибо большое. У меня тоже будет несколько вопросов. Мы тоже выполняли эту процедуру. И вот у меня вопрос такой. Вот вы перечислили операцию БЕНТО, Дэвида, но есть еще другие вмешательства на корни аорты, в том числе операции ФУРУ, треплоцент, гомографтом аортальным, операции РОСА и так далее. Вот как вы, на ваш взгляд, молодым пациентам, что бы вы порекомендовали? Операцию РОСА, механический био-БЕНТО или же операция русский кондуей? Ну, наверное, вот при наших вот таких среднеотдаленных результатах, наверное, все-таки операцию русский кондуей молодым пациентам, либо операцию РОСА. Почему? У них есть свобода в дальнейшем действии. Ведь механическим протезом мы все-таки ограничиваем молодых больных, если мы говорим о молодых больных, приемом антикоагулянтной терапии. И вот эти все риски, сохраняющиеся геморрагических, тромбоэмболических осложнений, они будут сохраняться. Ну, я как понял, у вас ведется диссертационная работа, да, в сравнении разных групп? Ну, будет, да. Просто будет интересно посмотреть уже непосредственные результаты сравнений групп. Понятно, что мы хотим как лучше, но чтобы интересно было бы. И тут у нас вопрос, задает Дмитрий Сергеевич Панфилов, наш сопредседатель. Какова частота аортальной эргеркетации по данным интероперационной эхокардиографии, требующей коррекции? Ваши действия, ревизии створок или имплантации клапана? Ну, во-первых, как бы здесь таких, к счастью, результатов не было, но, наверное, все-таки сначала ревизия створок. Ну да, сейчас золотой стандарт, это если по данным опыт хирурга позволяет, при аортальной эргеркетации, это, к счастью, это пластика, пластические операции на клапане. Редкие исключения, это если двухстворчатый клапан с утолщениями, створками и так далее. Большое спасибо. Следующий у нас доклад. Это хирургическая трактика при остром расстоянии аорта тип А. Докладчивость Марукьян Моника Артакуна, Краснодар, город Кровая клиническая больница. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – хирургическая тактика при остром расстоянии аорты тип А. Острое расстояние – это неотложное состояние с очень плохим исходом без хирургического лечения. Летальность без операции составляет 1-2% в час, 50% в первые 48 часов и 90% в конце первого месяца. Поэтому хирургическое лечение является методом выбора. Основные этапы операции – это выбор места артериальной конюляции, защита головного мозга, определение объема вмешательства на дуге и на корне аорты. Выбор правильного места конюляции – это первый важный шаг в хирургии острых расслоений. Вариантов конюляции много, каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. Первые 4 способа наиболее часто применяемы, в том числе в нашей клинике. Конюляция брахицефальной артерии – наиболее предпочтительный способ для нас. Почему? Обладает преимуществами, не требуется дополнительный разрез и возможность обеспечения антоградной церебральной перфузии. Место номер 2 – это конюляция подмышечной артерии. Обладает теми же преимуществами, что и конюляция брахицефальной артерии, но единственный относительный недостаток – то, что требуется дополнительное время для обнажения подмышечной артерии. И это не всегда просто сделать, особенно у тучных пациентов. Центральная конюляция аорты и конюляция бедренной артерии – как вариант у нестабильных пациентов. Следующие методики конюляции были опробованы в нашей клинике, но широкого применения не нашли ввиду технических трудностей. Это трансатриальная техника через правую верхнюю легочную вену и прямая конюляция аорты в истинный просвет после ее полного пересечения. Защиту мозга осуществляем при помощи антеградной селективной перфузии, гипотермии 20-28 градусов в зависимости от объема вмешательства, контроль при помощи неинвазивной церебральной оксиметрии. Моно- или бигемисферальная перфузия. До сих пор ведутся споры. Что же лучше? В крупном метаанализе с участием 7000 пациентов сообщается, что двухсторонняя перфузия предпочтительней для наилучшей защиты головного мозга, в особенности в случаях, когда требуется реконструкция более 30 минут. Следующий важный шаг – определение объема дистальной реконструкции. Варианты лечения включают половину дуги, замену всей дуги с хоботом слона или без него и незавершенная дуга аорты. Половина дуги – это стандартный подход в большинстве случаев. В принципе, данная техника соответствует всем хирургическим принципам, то есть она устраняет первичный разрыв интимы и закрывает ложный просвет. Поэтому многими специалистами считается золотым стандартом. Расширенная коррекция на дуге аорты оправдана в случае, когда разрыв локализуется в дуге или в нисходящей аорте при наличии мальперфузии, аневризмы у молодых или синдромных пациентов. Замороженный хобот слона. По данным исследований, свежим 2020 года и 2021, данный метод показывает хорошие результаты. Однако это технически более сложно, требует больше времени, требует более хирургического мастерства. Когда руте на данный метод не рекомендуется в данное время применять, нужно выполнять у тщательно отобранных пациентов, потому что имеется риск повреждения спинного мозга и необходимо накопление опыта. Незавершенная дуга аорты как компромиссный вариант. Анастомоз располагается между левой общесонной артерией и левой подключичной артерией. Технически проще сделать и проще контролировать гемостаз. Звездочкой указана зона анастомоза. Следующий шаг – определение объема вмешательства на корне аорты. Здесь нужно определиться, что делать с артальным клапаном и что делать с корнем аорты. В большинстве случаев артальный клапан является интактным, поэтому можно выполнить клапан, сохраняющий операцию, путем супракоронарного протезирования, реимплантации артального клапана или техники Florida-Sleeve. В случае кальцинированных створок, наличие фенестрации, необходимо убрать клапан, используя операцию Бентала-Дебона либо раздельное протезирование артального клапана и восходящей аорты. Супракоронарное протезирование – это самый простой и быстрый способ устранить первичную фенестрацию. Однако имеется риск поздней дилатации и рецидива артальной недостаточности. Европейские рекомендации 2014 года советуют заменять корень, если расслоение затрагивает как минимум один из синусов Вальсальвы. Справа альтернативный вариант и процедура Вольфа – замена некоронарного синуса. Операция Бентала-Дебона используется 1968 года. Во многих хирургических центрах по всему миру она считается золотым стандартом. До сих пор показывает удовлетворительные результаты. Однако в литературе сейчас широко обсуждаются побочные явления, связанные с приемом антикоагулянтной терапии. И широко обсуждается клапан, сохраняющий операции. То есть наблюдается некая тенденция в сторону сохранения клапана. Реимплантация артального клапана. Европейские и американские гайдлайны рекомендуют сохранять клапан при возможности. Класс 1С. Операция хорошая, показывает хорошие краткосрочные отдаленные результаты. Однако она используется редко ввиду технической сложности. Около 10% приходится на клапан, сохраняющую операцию. Модификации, которые мы используем в нашей клинике – David 5-Miller и O-Bankov Modification. Еще один перспективный способ сохранения артального клапана – это методика Флорида-Сли. Относительная простота, эффективность, не требуют реимплантации коронарных артерий, в результате чего снижаются риски кровотечений. Слева на слайде можно увидеть оригинальную методику, предложенную ХЭС и другими авторами в 2005 году. И справа наша немножко видоизмененная техника. Мы не делаем отверстия для коронарных артерий в виде замочных скважин, чтобы не было сдавления коронарных артерий. Осложнение острых расслоений. Две огромные проблемы – это мальперфузия и кровотечение. Мальперфузионный синдром встречается у 30% всех пациентов с острым расслоением. У этих пациентов как минимум в 2 раза летальность и заболеваемость выше. Мальперфузия до сих пор нерешенная проблема. Широко ведутся дискуссии, что же нужно делать с пораженным органом и когда это нужно делать – до операции, во время, либо после. Несколько примеров, как мы лечим перфузию. Мальперфузию – это бедренно-бедренное шунтирование перед основным этапом, либо интраоперационная перфузия пораженной ноги. Мальперфузия разрешается после восстановления истинного просвета. Далее коронарная мальперфузия, вызванная отрывом правой коронарной артерии. Выполнено аутовенозное шунтирование правой коронарной артерии. Церебральная мальперфузия с отрывом интимобрахиоцепального ствола. Затем кровотечение – это вторая проблема, с которой сталкивается хирургическая бригада. Кровотечение обуславливается несколькими причинами. Это, во-первых, коагулопатия потребления, обусловленная основным заболеванием, медикаментозная гипокоагуляция, ввиду постановки неверного диагноза на дугоспитальном этапе, и приема антиагрегантов и антикоагулянтов. Гипотермия и искусственное кровообращение тоже усугубляют кровотечение. Как мы боремся? Хирургические методы – это модифицированная фистулокоброль. Консервативно используем препараты факторов свертывания крови, протромплексы, октоплексы и так далее. Компоненты крови – тромбоциты в первую очередь. Вот фистулокоброль, укрыто паро-ортальное пространство заплатой. Как бы я хотела, чтобы лечили мое острое расслоение? Такие небольшие выводы. Подключение через брахиоцефальную артерию, либо подмышечную по ситуации. Антиградная бигемисферальная перфузия головы. Половина дуги – это быстро, просто и надежно. В корне – Дэвид, либо Флорида слев и ранняя экстубация. Спасибо за внимание. Большое спасибо. Есть ли вопросы у коллег? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за доклад такой интересный. Моника Артаковна, меня зовут Борис, сердечно-судистый хирург из Сеченовского университета. Хирургия аорта всегда вызывает много таких достаточно интересных моментов. Творческая работа. Хотел спросить такие некоторые моменты касательно перфузии. Почему вы перешли на бигемисферальную перфузию головного мозга? Просто у нас в клинике мы тоже перфузировали раньше, использовали бигемисферальную перфузию. Мы отказались, отек мозга и так далее, гиперперфузия. Сейчас используем моногемисферальную, соответственно, сребральную оксиметрию, и вроде никаких проблем с моногемисферальной не испытываем. Что касается, у вас был такой интересный слайд, касательно стентирования исходящей грудной аорты и протезирования, соответственно, Total Arch, восходящая аорта. Когда вы определяете, что это надо делать, когда нет, вы говорили про поводу АТ и Атанкевича, вы как-то определяете его локализацию на дооперационном этапе расположения, чтобы не прикрыть этим стенграфтом, потому что в последнее время мы тесно тоже сотрудничаем с нашими коллегами из РНСХ, это хирург Эдуард Трофеевич Чарчан. Он, например, всегда при рассловении первого типа старается протезировать нисходящую грудную аорту с стенграфтом и делать Total Arch полноценно. Вот эти моменты хотелось у вас уточнить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касается первого вопроса, почему мы предпочитаем, моя хирургическая бригада именно, бигиемисферальная? Во-первых, исследование, которое я вам предоставила, что бигиемисферальная показывает лучшие результаты. Во-вторых, мы обоснуем это тем, что мы не всегда знаем анатомию мозговых сосудов. Это может быть замкнутый вилизиев круг, либо незамкнутый вилизиев круг. По сути, несколько не составляет труда, то есть обеспечить двухстороннюю перфузию. Это дело там нескольких секунд, либо там минуты. Поэтому в случаях мы всегда предпочитаем бигиемисферальную. То есть это просто, легко, выполнимо. Максимально защищаем головной мозг. Что касается второго вопроса, мы спросили. В нашей клинике опыт небольшой таких операций, около пяти замороженных хоботов слона. Повторите, пожалуйста, еще вопрос. Вопрос. Определяете ли вы Домкевича сосуд? Да, спасибо. Определяете ли вы на дооперационном этапе расположение Домкевича, чтобы не вызвать, соответственно, спинальный инсульт, и если, в примеру, Домкевич располагается так, удобно для имплантации стенографта в нисходящую аорту, дальше какими вы руководствуетесь моментами, ставить его или нет? Делать замороженный или просто frozen elephant rank? У нас в клинике опыт небольшой, как я уже сказала. Обычных хобот слона мы не применяем. Замороженных хобот слона мы делали дважды. Я в ординатуре, второй год. Дистальный конец мы не определяем дооперационно, то есть артерию Домкевича. И, в принципе, да, опыт у нас небольшой. Меня тоже интересует этот вопрос. А вы сами определяете артерию Домкевича? Спасибо за вопрос, Сосан Тависович. Да, у нас в период Роман Николаевич, вы знаете, в основном все эти острые, подострые рассоли определяем. Но мы ранее тоже не делали на самом деле стендграфт. Если у нас не было Эвита, Тора Флекс, таких стендов, мы не ставили стенды нисходящего аорту. Сейчас мы берем стенд Эдуарда Феевича и стараемся ставить, определять на дооперационном этапе. И, в принципе, достаточно так интересно получается, и все хорошо. Спасибо. У меня тоже вопрос к вам. По поводу фенестрации нисходящей аорты. Совместно с рентгенхирургом, бывали случаи, что вы делали сначала фенестрацию и потом брали в операционную? Такие организационные моменты, к сожалению, нет, не делали. Потому что такие технические моменты, ввиду отсутствия специального инструментария, вот ножницы, которыми делают фенестрации. Мы такие моменты с рентгенхирургами обсуждаем, но чаще всего пациенты на дооперационном этапе они не идут в рентгеноперационную. И чисто такой практический вопрос. Немало пациентов бывает, которые поступают вам с острым расстоянием и с определенным лактатом. Есть разные варианты. Вот таких пациентов вы как? Потому что есть мнение, есть такой хирург Бо Янг, работает в Соединенных Штатах, и предлагает он, что? Если вам пациент поступает и не определяется лактат, сначала сделайте верхнюю лапаротомию и определите, жизнеспособная кишка или нет. Если кишечник жизнеспособный, то смысла расстояния оперируют уже нет. И были ли такие случаи, что за предельным лактатом к вам урушались клинику? Насчет мальперфузии у нас единой какой-то стратегии нет. Насчет лактата мы определяем, но смотрим еще клинические и рентгенологические признаки. Я имею в виду, что за предельным лактатом. То есть лактат не определяется. Были ли такие пациенты? Вот он поступает с острого расстояния, а лактат не определяется? Нет, мы определяем эти уровни. Я знаю, что вы определяете. Но у него в газах не определяется, потому что слишком высокое количество лактата. Допустим, лактат 15. Были ли такие пациенты? Ну, мы не смотрим на этот фактор, критерий, как вы говорите. Мы смотрим на компьютерную томографию. У нас были пациенты с мальперфузией кишечника и брали в операционную. К счастью, все разрешилось после операции. Вторым этапом брали на резекцию кишечника. Спасибо большое. Есть ли вопросы, коллеги? Здесь вопрос вам задают. Ваша методика для профилактики стенозированных коронарных артерий при Флориде слив. Ранее была предложена группа хирургов из Новосибирска. Или же все же есть какие-то нюансы ваши именно хирургические? Нет, это не наша придуманная модификация. Я нисколько не утверждаю. Мы просто в нашей клинике, в нашей операционной используем. Нюансов, в принципе, нет. Мы не делаем отверстия в виде замочных скважин и не делаем вот эти швы внизу под коронарными артериями. В принципе. Какой объем трансфузии, тромбоциты вы проводите в среднем? В среднем по-разному. У нас был случай с кровотечением 18 литров. В этом случае использовали около 3 литров. То есть всегда по ситуации, по случаю смотрим. Иногда 2-3 дозы. Большое спасибо. И тут еще два вопроса, онлайн-вопроса. Первый вопрос, что делаете с устем коронарной артерии при ее отрыве? Я каша, ушиваете или реимплантируете в кондуит? Нет. Еще раз можно вопрос? При отрыве коронарной артерии, что вы делаете? Ушиваете, реимплантируете или делаете коронарное шунтирование? Шунтирование. У меня на слайдах было. Возможно, быстро. И второй вопрос тоже, от какого мы это? Расскажите про модифицированную фистуру Каброля. Чем отличается от классической? Модифицированная фистула. Изначально методика была придумана Кабролем. Там аневризма аорты. То есть сама аневризма, она закрывала пространство, протезное пространство. Мы же используем заплату, которой закрываем пароортальное пространство и сшиваем саму заплату с либо предсердием правым, либо создаем соусти с безымянной веной. В этом-то и отличие заключается. Спасибо. Спасибо большое. Следующий доклад я представлю. Операция Росса и неокуспензальция артального клапана по УАЗАКе при патологии артального клапана взрослого патолога. Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги. У меня отсутствует конфликт интересов. Я же хотел сказать, почему же мы говорим о операции Росса, операции АЗАКи, когда есть биологические протезы, механические протезы. Потому что это жизнь без градиентов на клапанах, это свобода от антикоагулянтов, это крайний риск и риск протеза зависимых отхождений в послеоперационном периоде, такое как кровотечение, тромбоз и протезные эндокардии. Низкий операционный риск предостаточного опыта хирургии. При необходимости повторно вмешательственные легочные клапаны в отдаленном периоде возможно используют минимизированные технологии. Это после операции Росса. Операция Росса была продолжена Доннеда Россом в 1967 году, когда легочный аутоград, мы заменяли патологически измененный артальный клапан и на место легочного аутограда мы имплантируем легочный гомоград. Что же нам говорят рекомендации? В рекомендациях, последние рекомендации американские, такая сноска появилась именно пациенту младше 50 лет, операция Росса. В европейских операциях Росса отдельно не выделяет, просто есть сноска, что у пациентов, которые молодых, хотя женщины, которые беременны, большим опытом хирурга и большим опытом центра, рекомендуется тоже можно выполнить операцию Росса. Это тяжелый инфекционный эндокардит у больных молодого возраста. И про операцию Азаки, как правило, ни одного слова пока на сегодняшний день в рекомендациях нет. Каковы же осложнения и летальность после хирургического мешательства вообще на артальном клапане? Если мы посмотрим американскую базу, то мы видим, что после протезированного артального клапана частота госпитальных летальных исходов состояла в 2%. И здесь на этом слайде это показано. Если мы посмотрим уже другую базу, то мы видим в среднем где-то 1,3% летальности. И здесь перечислены различные осложнения, касаемые инсульта, имплантации кардиостимулятора. Были продолжены в 2014 году, была продолжена такая вот методика операции Азаки. Это протезированная артального клапана аутоперикардом. Что изменил Азаки в данном случае? Мы все знаем, что история применения аутоперикарда – это не новая. Его раньше применяли Дуран, Гаспарян и другие авторы применяли. Азаки изменил принципиально несколько вещей. Во-первых, он брал створки намного больше, чем нативные створки. Второе – это концентрация гулатар-альдегида меньше, чем ранее было предложено. И третье – он стандартизировал операцию, предложив разрабатывать свои шаблоны. Мы не так давно попытались в истории развития этой некоспитализации описать, литый обзор. И нами были опубликованы ряд клинических исследований по оперативным вмешательствам Азаки. Когда она была продолжена, мы также создали регистр, всероссийский регистр по операции Азаки. Сначала мы опубликовали в некоторых журналах, а потом в американском не так давно журнале мы попытались опубликовать именно в операции Азаки у больных с узким фиброзным кольцом, когда кольцо меньше 21 мм. И также нами были опубликованы непосредственно результаты операции Азаки, многоцентровое исследование, когда мы включали больше 700 пациентов. Почему я говорю узкое фиброзное кольцо, не биопротез, не механический протез? Потому что если мы поставим при узком фиброзном кольце протез обычный, то у этих пациентов высокая частота несоответствия пациент-протез, так называемый протез-пэшн-бисмач. Если мы посмотрим по данным литературы и в рекомендациях, то можно обратить внимание, что если площадь поверхности тела, индекс массы тела меньше 30, и вы видите фиброзное кольцо 19, то видите, какова частота, в зависимости от площади, индекса массы тела, площади поверхности тела, вы видите, какова частота несоответствия пациент-протеза. Почему же надо уделять внимание несоответствию пациент-протез? Потому что чем выше несоответствие пациент-протеза, тем выше госпитальная литальность, тем выше отдалённая литальность у этих пациентов. Это было доказано различными мета-анализами. И вот мы опубликовали результаты этих операций у больных меньше 21 мм, и мы видим, что всего было 106 пациентов включено, средний возраст этих больных составил 65 лет. Здесь на этом слайде показаны общие характеристики этих пациентов. И комбинированные вмешательства были выполнены в 40% случаев, госпитальная летальность этих пациентов составила почти 2%, и ни одного несоответствия мисмача у этих пациентов, к счастью, не было. Потом в дальнейшем мы опубликовали уже многоцентровое исследование, были включены 724%, кому была выполнена операция Азаки, это при общей патологии артального клапана. Мы видим, что комбинированные вмешательства выполнялись в 56% случаев. Из них карданная шантина выполнялась в 28% случаев, ну и другие виды хирургических вмешательств, или же в некотором случае были даже эндотеректомии. Какова же была госпитальная летальность в этом случае составила 1,6%. Ну и в виде других видов, таких вот, как установка постоянного кардиостимулятора, составила где-то 1,8%, почтная листа, которая потребовала диализа, 0,5%. Здесь мы видим, умеренное несоответствие процента протеза было только у 1%, и выраженное несоответствие процента протеза составило также у 1%, это составило 0,1%. Дальше мы попытались опубликовать многоцентровое исследование у пациентов старше 65 лет, это кандидаты для биологического протеза. Что же, при данном случае мы видим, что также в группу были включены пациенты, которые в возрасте было 65 и больше, из них мужчин было 43% больных. Мы видим, госпитальное летальность у этих пациентов также составила 1,9%, имплутация кардиостимулятора составила 1,9% больных. Мы видим прекрасные гемодемнические характеристики протеза, изменение, уменьшение среднего градиента. Мы видим прекрасную открытую площадь клапана. Средняя медиальная площадь открытой клапана составила 2,5 см2. И также мы видим средний градиент, медианная градиента после операции составила 5 мм. Мы посмотрели среднесрочные результаты этой операции. В течение трёх лет общего выживания составила 86% больных. Свобода от реоперации составила 97% больных. Это все пациенты были старше 65 лет. Что же говорит сам Шиги Юки Азаки? Он опубликовал не так давно уже отдалённые результаты этой операции. Это 10-летние результаты операции. 10-летняя выживаемость у него составила 85% больных. И дисфункция этого Азаки, свобода от реоперации, вмещается на артарный клапан в течение 10 лет составила 4,2% больных. На сегодняшний день по поводу операции Азаки мы дальше наблюдаем этих пациентов. И у нас уже идёт исследование сравнение биологического протеза с операцией Азаки. Это первое. И уже 5-летние результаты операции Азаки также находятся на рассмотрении на рецензии. Почему же операция РОСА? Хочется поговорить о операции РОСА у больных с артарным клапаном. Были предложены две основные методики выполнения этой операции. Это фу-ру-трепл-цемент, полный корень замены, и надкарбинальная операция РОСА. Началось всё с метаанализа, сравнение механических протезов с операцией РОСА. Что же показал этот метаанализ? Показал, что действительно летальных исходов в отдалённых после операции РОСА меньше, имеет явные преимущества. Развитие в отдалённом периоде инсультов меньше после операции. Развитие серьёзных больших кровотечений также меньше после операции РОСА. Итак, посмотрите, операция с РОСА в сравнении с механическим протезом. В течение 10 лет выживаемость 98%, при сравнении выживаемость после имплантации механического протеза – 88%. В течение 20 лет также имеется явное преимущество операции РОСА перед механическим протезом. Также другие авторы в сравнении аутографта, то есть операции РОСА, сравнили с гомографтом и сравнили с общей популяцией выживаемости. Если мы посмотрим, что гомографт имеет хуже выживаемость в отдалённом периоде, чем операция РОСА и популяция того же возраста и пола. Но, посмотрите, если мы сравним общую популяцию и операцию РОСА, они имеют одинаковую выживаемость. На сегодняшний день это единственная операция на артальном клапане, которая имеет такую же выживаемость, как общая популяция. Если мы посмотрим свободу от сердечно-сосудистых событий, также имеет явное преимущество операции РОСА. Также составил выживаемость. Другие авторы не так давно, уже месяц назад, опубликовали свои результаты в сравнении операции РОСА с биологическими протезами. Мы видим на этом слайде, что РОСА операция имеет преимущество как по выживаемости, так и по вмешательствам и тромбоэмболическим осложнениям. Наши коллеги, которые имеют один из самых огромных опытов операции РОСА, это клиника Мишалкина. Операция РОСА была выполнена 741 пациентам больным. Выживаемость мы видим, они в сравнении также с общей популяцией. Операция РОСА имеет с российской популяцией такую же выживаемость. Но каким же выводом они также пришли? Они пришли к выводу, что если фиброзное кольцо артального клапана больше 27 мм, то это риск в развитии реоперации, аортальной регуляции у данных пациентов. На сегодняшний день основные показания в нашей клинике, это какие? Это хирургическое лечение инфекционного эндокротита, артальный клапан, особенно у больных с абсцессом корня аорты, ввиду высокой резистентности аутографии к инфекции у молодых пациентов. Поражение артального клапана у молодых женщин, планирующих беременность после операции. Молодые пациенты, ведущие активный образ жизни. Отказ пациента от приема антикоагулянтов. Молодые пациенты с узким фиброзным кольцом. Невозможность адекватного контроля молодых у мануа. Что же говорит нам клиника Мон Синай? На сегодняшний день клиника Мон Синай, это клиника, которая имеет самый большой опыт операции РОСА в Соединенных Штатах Америки. Они говорят, что идеальный возраст, конечно, от 10 до 45 лет. Возможно, хорошие результаты у пациента в 45 лет. Ожидаемая продолжительность должна быть больше 25 лет. Лучше выполнять это при аортальной стенозе, чем при аортальной недостаточности. И не так давно были опубликованы также 25-летние операции РОСА, которые показали прекрасную выживаемость и неотличающуюся от общей популяции этой операции. И мы видим дисфункцию аутографта в течение одного года 0,6%. Мешательство на выносящем тракте правого желудочка 0,6% больных. Большие и серьезные кровотечения 0,1%. Инсульт 0,1%. Тромбоз клапана 0,07% больных. И инфекционный эндокардит 0,3% в течение одного года. Ну, какие же могут быть аргументы против этой операции? Основной аргумент – это сложная операция с высоким риском осложнений. Операция проводится как на клапан, так и на корне аорте. Два клапана становятся потенциальным риском, как легочный клапан, так и артальный. Проблема с дилетацией аутографта. Проблема с развитием стеноза, выносящего тракта правого желудочка. Итак, посмотрите. Я ранее показывал общую базу осложнений и летальных исходов. Если мы посмотрим на оперативную летальность, по данным этой базы, 25 тысяч процентов – это имплантация биологической и механической протезы, госпитальная летальность составила 1,9%. Мы посмотрели метаанализ после операции Роса, но в этой метаанализе показано, что госпитальная летальность составила 1,7% больных. В нашей клинике на сегодняшний день оперировали 215% больных, у них составило госпитальная летальность 0,5% больных. Что же по инсульту? По данным имплантации биологической и механической протезы, это составило инсульт 1%, по данным метаанализов, общий рост 1,5%, и по нашим данным это 0,9% больных. Но тут также перечислено преимущество операции Роса, не хочу на них останавливаться, один из последних систематических метаанализов. Но также акцент сделать на дисфункции гомографтов у этих пациентов. Итак, данный автор показывает, что в течение 6 лет дисфункция гомографта была 11% больных. Что же они брали за дисфункции? Это средний градиент больше 25 на легочном гомографте, это легочная регуляция второй степени, или же вмешательство, которое потребовалось на вмешательстве на легочном клапане, они считали за дисфункцию. Следующая проблема. Когда мы имплантируем легочный аутограф, аортальную позицию у взрослых пациентов, может в отдалённом периоде развиться такая вот аневризма аорты. На этом саде это показано. Основные предикторы этого являются увеличение фиброзного кольца изначально 25 мм, это аортальная регургитация, это бикоспидальный клапан, это является основными предикторами развития в отдалённом периоде, что, скорее всего, у пациента будет развитие такой вот аневризмы. На сегодняшний день придуманы три модификации этого осложнения, чтобы не было такого профилактики постоперационной дилетации аутографта. Были предложены, это первая методика, это когда легочный аутографт окутывается в собственные аорты. Это вторая методика, когда легочный аутографт окутывается сосудистым протезом. И третья, когда укрепляем отдельно фиброзное кольцо и укрепляем сильно табулярное соединение. Вот данные авторы, которые взяли пациентов старше 18 лет, взяли именно двухстворчатый клапан, взяли трехстворчатый клапан, сравнили их между собой. Посмотрели, именно двухстворчатый клапан, сравнили две методики, это стандартная операция РОСА и модифицированная операция РОСА. Да, выживаемость у них одинаковая, но, посмотрите, вмещательство, которое потребовалось на аутографте и просто модифицированной методике, было статистически значимо меньше, чем после классической операции РОСА. Мы с 2014 года активно, сейчас всем пациентам, применяем модифицированную операцию РОСА, независимо, двухстворчатый клапан, какой. И вот сначала мы опубликовали свои непосредственные результаты, всего было 21%, потом в дальнейшем опубликовали уже 5-летний отдаленный результат, среднесрочный результат и 5-летний после операции, модифицированной операции РОСА. Что же у нас получилось? Чтобы в среднем возрасте этих больных было 40 лет, в основном это были пациенты с охраной фракции выброса левого желудочка. Посмотрите, операция составила 240 минут, комбинированное вмещательство выполнялось 23% в случае. И мы видим, здесь указаны размеры легочного гомографта. Но на что хочу сделать акцент. В нашей клинике мы применяем основные две стратегии. Это окутывание докроновым протезом и интраоортальная методика этого легочного гомографта. Что же у нас получилось? Из этих пациентов никто не умер. 0% летальность. Кому выполнялась модифицированная операция РОСА? Инсульт. 2,3% больных. Какие же минусы, на наш взгляд? Это, конечно, переоперационные повреждения в виде перегибов коронарных артерий. Это надо, чем больше опыт хирурга, тем меньше таких вот осуждений. Но в нашем случае это составило 4,7% случаев больных. Но хочу сказать, что этим больным было интероперационно выполнено дополнительное коронарное шунтирование. И по моменту выписки у этих всех пациентов фракция выброса, к счастью, была такая же, как и при поступлении. И что же мы получили? Общую выживаемость в течение 5 лет у этих пациентов составила 97% больных. И 100% свободу от реоперации этих пациентов. Но мы до этого, я говорил, что мы выполняли классическую операцию РОСА. И этим пациентам, которые к нам обращались уже с расширением корней аорты, мы этим пациентам выполняли операцию Дэвида. И здесь мы опубликовали свои результаты. Это серия клинических случаев, которые так уже давно мы опубликовали в нашем журнале. И посмотрите, в общем, в нашем клинике с апреля 2009 по декабрь 2012 год было выполнено 203 операции. На сегодняшний день это 215 операции. Средний возраст составил больных 36. Чаще это молодые мужчины, чаще это спортсмены. Ранее операция на сердце у этих больных была выполнена 4,4% в случае. Они в основном сохранены фракции у выруса. Ортальный стеноз в 57% в случае. Были пациенты с ауртальной регуляцией. Но чаще всего это больные с инфекционными эндокартитами. Всего больных с инфекционными эндокартитами это было 26% больных. На что надо обратить внимание, что в 60% случаев это двуслужные ортальные клапаны. Комбинированность выполнялась в 18% случаев. Имплантация ЭКС применялась в 2,5% случаев. В 3% случаев это рестаэнтомия. В 0,9% это инсульт. В 0,5% это госпитальная летальность. И в 0,5% это 30-дневная летальность. Не так давно, месяц назад, нам удалось опубликовать в американском кардиотеракальном журнале наши данные по этой операции. Операция в 215% больных. Итак, посмотрите. Мы сравнили операцию выживаемость в течение 10 лет, выживаемость после операции РОСА и с общей российской популяцией, общей такого же возраста и пола. Мы получили выживаемость в течение 10 лет 95% больных. Что не отличалось от такой же популяции. Если мы посмотрим здесь, то количество реоперации на гомографте, легошном, свобода 99% больным. Только 1% больным понадобилось в течение 10 лет вмещаться на легошном гомографте. Что же мы получили по свободе от реоперации? Независимо, это на легошном гомографте, это на легошном аутографте, дисфункция, дилетация. Свобода от реоперации в течение 10 лет 89% случаев. Ну и также прекрасные гемодемические характеристики этой операции. Мы посмотрели не мешательство потом в дальнейшем на легошном гомографте, а дисфункции. За дисфункцию мы взяли увеличение градиента среднего на легошном аутографте. Это больше 25, это мешательство, это легошная регуляция больше 2 степени. В течение 10 лет такими вот 35% больных мы видим, чем дальше эти пациенты идут, тем выше возникают у них риски. И мы попытались проанализировать, какие же факторы влияют на дисфункции легошного гомографта. При проведении многофакторного анализа единственный фактор на наш взгляд это был возраст пациентов младше 30 лет. И мы попытались провести вот, что будет, если мы сравним оперативное вмешательство операции РОСА и операции АЗАКИ между собой. Всего операция АЗАКИ была выполнена 251 пациентам. Это взято было из регистра. Всего в регистра у нас на сегодняшний день 251%. Мы взяли опыт нашу пациенту, 203 операции РОСА, и попытались их сравнить. Провели скороматчинг, вот, все вот рандомизацию. И после этого, к сожалению, осталось по 30% больных. Да, не было никакой разницы в госпитании и летальности, но мы получили разницу в выживаемости в течение 5 лет. Преимущество свободы, выживаемость в течение 5 лет после операции РОСА составила 100% больных, выживаемость в течение 5 лет после операции АЗАКИ составила 89% больных. И также получили разницу значимую по реоперации. Свобода от реоперации после операции РОСА в течение 3 лет составила 100% больных, И свобода от реоперации после операции Азаки составила 79% больных. И также мы получили значимую разницу в гемодинамических характеристиках после операции Роса и после операции Азаки. Видим градиенты давления, средняя операция Роса была меньше, составила 6, и после операции Азаки составила 9. Благодарю за внимание. Если было вопросов, то спасибо. Да, 1000 эп, то есть выполнялась 1000 эп, и через это 1000 эп забирался. Там не один пациент, там их в принципе, тогда может быть один был, но сейчас их чуть больше. Выполнялся 1000 эп, забирается аутоперикард, и через этот доступ выполнялась операция Азаки. Но на сегодняшний день чаще всего это, конечно, средняя стернатомия. Но также были мини-доступы у больных с операцией Роса тоже. Также выполнялась им тише. Интересно, Сосан Тайсович, скажите, пожалуйста, вот мы сталкивались с такой проблемой, у нас нет такого огромного опыта, как у вас, Росов, это единичные такие операции, но мы сталкивались с тем, что уже приходят пациенты, оперированный год, там полтора-два назад, с дисфункцией гомографта легочного, который ставился в позицию, соответственно, легочной артерии. Мы использовали, если я не ошибаюсь, пион. Как вы решаете этот вопрос? Скажите, пожалуйста. Я хочу сказать, что первое, если вы имплантируете легочный гомографт, первое, это не только наши данные, данные литературы, клиники Мон Синай, также, которые имеют огромный опыт, и другие авторы, новосибирские коллеги, предлагают использовать максимально большой гомографт легочной позиции. Максимально большой. Чем больше вы поставите легочный гомографт в легочной позиции, тем ниже риск, что у него будет дисфункция в таком вот периоде. То есть надо максимально стараться большой гомографт. Если вы видите, что можно поставить 27-й или 29-й, допустим, или 25-й, то тут надо сходить из ситуации, что надо поставить все-таки 29-й, а не 25-й. Может быть, где-то что-то расширить. Это первое. Второе. Мы используем, в 100% случаев, это сам петербургский гомографт. Мы используем только их. И, в принципе, у нас, как я показал, вмещательство на легочном гомографте было только в 1% случаев. Это было 2 или 3% из 215%. Санкт-Петербургский гомографт или... Нет, в Санкт-Петербурге есть банк гомографтов. Полсуновский, вы имеете в виду? Да, мы используем их гомографты. А ксенографты? Нет. В позицию легочной артерии? Нет. Я говорю, в позицию легочной, мы используем легочный гомографт. Да. Другие гомографты, ксенографты и так далее мы не используем. И еще один вопрос. По личной технике, фуррут техника или, соответственно, надклапаны, какую вы предпочитаете или вы часто используете? Мы, в 100% случаев, сейчас используем только фуррут. И по данным литературы, практически все сейчас уходят от надкоронарной методики. Почему? Потому что в сравнении двух методики, фуррут 3% показал лучшие результаты. Потому что, да, это чуть-чуть сложнее методики, потому что есть некоторые нюансы. Но показывает лучшие результаты, тем самым, что в отдаленные периоды меньше дисфункции по поводу стеноза. То есть все-таки надкоронарной позицией у гомографта больше кальцинируется, чем фуррут 3%. И в качестве дополнения хотелось сказать, я забыл, что же мы еще советуем. Мы пациентам советуем строгий контроль артериальной гипертензии. Если особенно выполнили классическую операцию ROS, они модифицируют. Потому что есть работы, которые рекомендуют всем назначать бета-бокаторы уже во время выписки. И строгий контроль – это не больше 120 гипертензий, максимально держа 110-120 мм. Но мы, к счастью, с 2017 года всем выполняем модифицирую операцию ROS, рекомендуем также строгий контроль артериальной гипертензии. Потому что один из факторов, на наш взгляд, и по данной клинике, также артериальной гипертензии, это все-таки является также предвиктором дилетации ауто-бократа. Коллеги, в принципе, мы закончили. У нас последний один докладчик должен был, к сожалению, по каким-то причинам докладчик не смог. На мой взгляд, у нас, хотя и мало было, но в такой вот дружелюбном обстановке, в свободном формате, в принципе, прошла у нас сессия. Спасибо большое, коллеги. Всем желаем хорошего дальнейшего форума и успехов в нашей каждодневной работе. Спасибо. 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 Продолжение следует...